Те, кто её послушал на фестивале, уже знают, знакомы с её творчеством. Кто-то с фестиваля 3 года назад знакомы, а кто-то только познакомится, я вам завидую. А я сочу. О, как унять осеннюю тоску, тупую боль, разбуженную наспех, и эти листья, поднятые на смех, колючим ветром, просто набегу. Как угадать, где правда, за каким из поворотов красного трамвая, который учится, искры выбивая, к мирам иным, и станциям иным. Как мотылюк, как бабочка, из рук рванёт конверт осеннего покроя, туда, где сине-серое, сырое, и мой трамвай опишет новый круг. Я часто путаю сердце стук и стук трамвайного колеса, и думаю, не выпуская из рук. Случайно пойманные небеса, то дождь, то солнце, по голове проходят током седьмого дня. В снегу лежишь или на траве, прошу лишь, не забывай меня. Ты подскажи, вот какой строгой реальность мысли и бег часов под полусонной твоей рукой. Скрипит, сердито, дверной засоб, а дождь всё хлещет, и не броня его, я набросно к тебе спешу. Ты просто не забывай меня, я очень-очень к тебе прошу. Я часто путаю сердце стук и стук трамвайного колеса. Ну, это вот совсем старый такой девичье вовчество было. Фенечки, клеша, портфельные стройки, год из дома, наконец-то, свободное плавание и так далее. Ну, будет такое ощутимое количество повторений того, что было на фестивале, потому что пишу я мало, а выкидываю много, требования к себе растут, а количества написанного нет. Вот, поэтому, чем дальше, тем песен у меня меньше. Ну, и со стихами примерно так же. Круглая голова – объект скуки. Квадратная голова – объект страха. Треугольная голова – объект сочувствия. Овальная голова – объект умиления. «Эй, кто-нибудь, скажите, какая у меня голова?» – крикнул я, высунувшись из окна. «Спрячь башку», – ответил некто, не вынимая лица из пацанта. Ну, такое стихотворение, их было два, но как-то одно я оставила. Они были под общим названием «Письма с Елаги на острово». Это такое место в Санкт-Петербурге. Я была там разом зимой, это очень красиво. Вот. Ну, чудесное совершенно место. В Питере я училась, жила целый год. Это было для меня большое счастье, потому что я очень хотела жить в Питере. Вот. И, но при этом попала я туда совершенно случайно. И просто год у меня была полета, как снег над Невой. Здравствуй, город! Привет, индустрия печали! Нас таки раскачали на неоновый свет, на бензиновый рай, магазинов, сосисок, пестрый строй, одолисок, выбирай, забирай. Здравствуй, что я скажу? Надышавшийся яда, заполошное чадо, что в карман положу? Виноват, тороплив, в этой глупой беседе. За стеной соседи, за спиной залив. От ленинградского вокзала уходит поезд. Я вновь потом же завязала северо-западный поезд. Пусть где-то плавают диковинные рыбы, плывут куда? Мне будут сниться поплачные глыбы холода. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вогончик мой нетерпеливо спешит вперед, И запах Финьского залива зовёт, зовёт. Пусть где-то в тропиках порхают попугаи сквозь жёлтый свет, Мне будет снится лента голубая, большой проспект. Пусть где-то плавают диковинные рыбы в чужих краях. Мне снятся, снятся облачные глыбы, вся жизнь моя. Я помню, я помню, я помню, я помню. АПЛОДИСМЕНТЫ Два стихотворения, я их на фестивале читала, они называются «Коммунальные песни». Появились разницы в несколько лет и как-то примагнитились. Примагнитились, что ли. Одноглазая скважина для ключа, вянет роза в вазе, уже ничья. Гобеленная дева пьёт из ручья, щеллером сквозняками дышат. Барабанит каплями по стеклу, нервно, словно пальцами по столу. Зимний дождь за мкадом считай в тылу, только моря здесь не услышать. Провалить он к чёрту, такой уют. Вдоль панельных стен фонари встают, горлопанят стыдно, водку пьют обитатели кухонь общих. Что-то нынче грустные песни, брат, но, признаться я, и такому рад. Неуместен снег, бесполезен град, если завтра его растопчут. В этом доме средь жирного блеска лбов, коридором притиснув к борщу, Любовь ковыляет жизнь на чужих двоих, ковыряя засохший стих. Здесь потеют стены, рыдает кран, по утрам тарань идет на таран. Мы задернув пельмо, беломорный дым, не отсиживая, сидим в этом доме. С первого по шестое толчка до камбуза, брань застой пропадают лампочки леча, И соседи жрут хохоча. В этом доме, где я тебя любил, на полу, за шкафом, в плену, Перил на чердачной лестнице, у окна ты была еще мне верна. А теперь ни тебя, ни крыши, ни стен, только воздух зияет, не ждет вестей. И в чужих руках, чужие ключи, я все помню. Молчи. Еще одно стихотворение, оно называется «Сон». Там фигурирует Маруся, но это не ты. Говорила Маруся, дура ты решето, вместо зеркала вечно глядишься в мутную воду. Все-то вечно тебе не так, все тебе не то, в одиночестве слышь, скниешь за свою свободу. Говорила Маруся, хрипела свои слова, жестяным говорком, воровским матерком швыряя. Говорила хлисталой, что там была права, на богатой земле ни свободы нету, ни рая. Все сказала Маруся, краску согнув с лица, и ушла, и исчезла за странными берегами. Водосточные вены старого образца громохали всю ночь оцинкованными боками. Песенка старая, очень на стихи грузино-американского автора Гиви Чарелашвили. Историю этой песни я очень люблю рассказывать. Везде, где могу, прямо рассказывать с тобой. Когда появился в моей жизни интернет, и там появился сайт стихий.ру, он тогда был совершенно прекрасным, там работали совершенно замечательные редакторы, в том числе Ася Анистратенко, прекрасный поэт из Новосибирска. Дмитрий Коломенский, еще где-то много было хороших людей. И я там нашла эти стихи, которые я вам сейчас попытаюсь изобразить. И потом где-то в каких-то форумах, то ли на Барцеру, то ли где-то познакомилась с их автором, Гиви Чарелашвили. И я ему пишу, он уже жил в Америке тогда. Я ему пишу, Гиви, я написала песню на твои стихи, надо созвониться, я тебе спою. Купила специальный телефон с громкой связью домашней, Гиви у меня позвонил там из своих штатов, я ему спела. Он помолчал, помолчал, потом сказал, понятно, у меня такая же. Ну вот, даже теперь я не знаю, моя песня или его на его стихи. Как-то так. Размер он диктует, да. Да вот да, бывают такие стихи, которые музыку вот сами диктуют, Ну тут даже не о музыке, речь идет скорее о каком-то, наверное, интонировании, не знаю. За окном летит стареющий мир, Перепутались, как нитки, пути, Я не знаю, как мне быть, ты пойми, Не уйти нельзя, нельзя и уйти. Ах, какой же ненормальный январь, Он без снега, без любви, без забот, И нельзя перевернуть календарь, Целый год летит в глаза, целый год. И преврочен до безумия двор, Как старинный и надежный трактир, Мога вчерами пустой разговор, А сегодня нас вообще не найти, Ах, какой же ненормальный январь, Он без снега, без любви, без забот, И нельзя перевернуть календарь, Целый год летит в глаза, Целый год все нормально, Значит, будет беда, Все естественно и значит смешно, Только знай, что ничего никогда не вернется, Если что-то ушло. Ах, какой же ненормальный январь, Он без снега, без любви, без забот, И нельзя перевернуть календарь, Целый год летит в глаза, Целый год. Короткий вечер, время восемь, Дорога к дому темнота, Дай продержаться эту осень, Где все не то, где я не та, Позволь в борьбе с самой собою Хотя бы в этом октябре не выиграть, И голубою лазурью прочертить стерве Меж августом и листопадом, Шальной метелью пестрым льдом, Дай мне самой понять, как надо, Где я, где ты и кто мой дом, Дай от начала до конца Самой пройти по коридору, Отведать яблоко раздора, Но жить, не выпачкав лица. Тому, кто выненчил, не бросил Тебя, спасение мое, В наследство остается осень, И слезы желтые ее. Еще одно стихотворение, Плеск полоскания белья, Меж репетицией сотворения И пред просмотром бытия. От песенки тихой Не дрогнет в руке рука, Не спринутся тени вещей От света луны, Когда рассыплются в небе сны облака, Останутся рядом те, Кому мы нужны. Когда рассыплются в небе сны облака, И ты проводи меня молча в далекий борт, На пристани долго не стой, Не гляди во след, Не бойся, Теперь мне не больно ступить на борт, Ну разве что грустно, Но это неважно, нет. Не бойся, теперь мне не больно ступить на борт, Последний парус свернет, Последняя бы, То даже тогда не смогу сказать, Почему Эт стежной тропой Никогда не взовьются в пыль, На этот берег Выходит бы нам На этот берег Походит По одному. Ну сейчас я попробую старую такую песню спеть, Мне вот так прям хорошо, А я ее когда написала, Я еще мало курила, Могла петь высоко, А сейчас я уже Ну, прокурила голос, Поэтому я буду пытаться спеть, Если вдруг не получится, Но вы можете себе представить, Какой я была в емности. Так я доскуется В столице, Как в деревне у нас Чёрно-белые сны Снятся, Так я доскуется В столице, На пустом берегу В прошлогоднем снегу Пальмы Грустят Так я доскуется В столице, Догоняя волну Стоит ветер луну В море Там, Где ломает лучи Золотая вода Наш берег Так далеко от метро Под покровом ветра Так лето скуется В столице, Но пальмы, они неспроста, Потому что я выросла На Черноморском побережье Кавказа, Недалеко от города Туапсы, Вот, и где-то эта тема Ещё будет тут пробегать местами, Жили мы, Как раз я не Марусь рассказывала, Жили мы 15 лет В временном жилье, Которое называется Вагончик, Вот, Вагончики менялись, Менялись посёлки, В которых мы жили, Там, санаторий и так далее, Сейчас это всё вспоминается, Конечно, С большой тоской и романтикой, Хотя иногда я с ужасом думаю О том, как моя мама Всё это там переносила, Когда там ни отопление, Негорячей воды И всё вот это вот, И там куча детей, И куча работы, И всего такого, Вот, Но всё равно это было Совершенно прекрасно, Был лес всегда рядом, Были подснежники за окном 4 января, Вот, Были квадратный метр снега На всю зиму, И ты пытаешься уместить туда Картонку и свою попу, И сделать вид, Что ты по нему проехался, Зима у тебя была, Вот, И изобретение коньков Для катания По замерзшим лужам, Длиной 70 сантиметров, Примерно, По дворе школы, Я помню, Да, У меня был друг в детстве, Прекрасный человек, Такой, Фунтик, Прозвище у него было, Он был, Я была маленького роста, А Фунтик был совсем маленького роста, И мы жили в одной части посёлка с ним, Борька его звали, И мы с ним были вместе, С детского сада, Ещё с Яселек, Ходили в одну группу, Потом нас разделили в разный класс, Я очень печалилась, Он был в Ашках, А я в Бэшках, Ну и мы с ним в детстве Очень много всего изобретали, У меня были разные друзья, И с каждым из них У нас были разные свои занятия, Там с одним мы постройкам лазали, И там в одной паре в балете танцевали, С другим мы ловили пузанок в банку на речке, Вот, И он там разводил какие-то суккуленты, Муравьёв дома, И всё такое, В итоге стал фотографом прекрасным, Вот, А с Фунтиком вот мы изобретали, И мы изобретали эти коньки, Для катания по лужам, Это была гениальная конструкция, Я никогда её не забуду, Очень рекомендую, кстати, Берётся на помойке две деревяшки, Так, чтобы можно было ноги поставить, Там не очень высокие, Ну, сантиметра два у нас были, наверное, Их мы оборачивали полиэтиленом, Которым тогда накрывали палатки, Толстым таким, Поскольку кнопок у нас не было, Мы его пришпандоривали со стороны, Вот, с этой стороны, Партнерскими булавками, Чтобы он держался, Потом мы брали у папы гвоздь и молоток, И у мамы резинку для трусов, И делали эти штучки, Чтобы ноги вставлять, Такие в ветер, И вот в этом всём, Примерно как японские женщины В своих деревянных магазинах, Мы пытались кататься по нашу лужу, Ну, поскольку нам было лет по шесть, То, в принципе, лужа в семьдесят, Там, или метр, Сколько она там была, Она нам казалась просто большой, Там надо было ещё ехать, Там даже мог ветер посвистывать в ушах немножко, Ну, если уж совсем хорошо ехать, Вот, у нас такое было детство, Ну, там шалаши, конечно, Всё, сало на палочках, На костре в лесу, И прочее, прочее, Да, Вот. А как сложилась судьба Фунтика? Фунтик интересный. Я не знаю, кем он сейчас работает, Но у них, Он и его младший брат, Они стали очень крутыми диджеями, И они оба писали, Не знаю, как сейчас пишут или нет, рэп очень хорошие в том плане там очень хорошие тексты были очень не глупые очень которые в общем что-то важное в себе несли я была очень рада за то что в моем поселке выросли вот люди ну с одной стороны достаточно такой популярной культуры с другой стороны которые могли что-то хорошее важное сказать у них папа был музыкант он тоже у нас там санатуре где-то работал топером и на гитаре играла на фону играл вот мама их изумительная всегда юная пионерка она была у нас пионер вожатой в школе по совместительству подавала черчения и изо ольга полная и редкий человек в нашем поселке который просто привечал нас всегда я очень любила к ним гости ходить вот и что прекрасно еще ольга палана были друзья на сахалине моя мама родилась на сахалине и это очень нас ближало потому что когда они там какие-то передачки передавали с сахалином она тут же бежала к нам говорила ирка так пол рыбы ирка вот это ирка была там совершенно счастлива что вообще есть какой-то привет оттуда вот но у них чудесная семья и вот и фунтик еще он прекрасно пережил армию потому что он был очень рукастым все умел делать и когда он попал в армию ужасно боялись что свой рост там он оттуда просто не выйдет живым и здоровым вот а он попал туда и он делал там все просто все очень вот мне кажется все дети которые выросли во дворе на улице они умеют все потому что но мы из ничего делали себе детство у нас же не было ни смартфонов не развлекательных центров и до города далеко там съездить в кафе мороженое это поездка класса была в конце года например ну наверно все это проходили до что класс едет в кафе мороженое это событие было вообще огромное вот и вот фунтик да он делал в армии все и он прекрасно вышел оттуда живой здоровый такой молодец вот занимается они музыкой миссис брат вот это у нас такой редкий случай в нашем поселке основном все ну там институт курортных дел какая-то есть пруденция что-то такое вот ну вот даже не знаю сейчас там маруся прости пожалуйста два стихотворения посвященных папе они появились буквально на следующий день после его ухода но не специально я не умею специально кроме дурак каких-то черта такой придумывать здравствуй теперь смотри на меня не с высока а с высоко здравствуй теперь смотри на меня ты дальнозорок я далеко здравствуй пока не ополнилась и знаю куда еще деться здравствуй ты знаешь вспомнилось наше с тобой детство завари мне боярышник видишь крадется листва прижимаются клёны щеками багряными к почве обнимаются голые ветви в своем одиночье и далеко и тихо грустит на нерле по кровам мне не надо ни плыть не лететь чтобы видеть ее чтобы слышать молчание времени в сомкнутых веках кто-то сверху глядит как становишься ты человеком повторяющим что заклинать и знание имя свое пальцы длинные его получит в усталой воде не спеша улетать в журавлиные дальние дали а тебе ли грущу про тебя ли пишу про себя ли чудно пахнет боярышник песня Елены Зеленцовой на стихи юный морец стихи очень известны на них есть другая музыка и я раньше тоже пела эти стихи на эту музыку на боли ранню а потом услышала лину и поняла что вот вот это наверное для меня то что должно быть и как-то даже ни разу не сбивалась на предыдущий вариант вот если кто-то когда-то окажется где-то на материке в районе Ярославля и и и вдруг во время какого-то фестиваля просто Лену найти и слушать слушать и писать на них так вот потому что это композитор удивительный совершенно Плюс у нее потрясающий голос он очень он очень такой высокий но не противно высокий а очень такой нежный и летящий запах пены морской и горящий листвы и цыганские взоры ворон при вокзале это осень мой друг это волны молвы о вещах шерстяных и простудах банальных кто зубами стучит в облаках октября кастанетами плацает у колоколя это осень мой друг это клев журавля это звук сотрясаемых в яблоке зерен в яблоке и фонарь это время светущий на чуговых ветвях темноту освещаемых это осень мой друг это свежая душ душ расползается тщательно не сокращая не знаю мне что способ мне покроется дом синие толще классической твердой обложке Это восемь, мой друг, это мысли о том, как поймить стариков и младенцев из ложки, как дрожить огнем. Надо всеми людьми, словно милый лист, или кто его знает. Это осень, мой друг, это слезы любви, но всему, что без этой любви умирает, осень, мой друг. Это слезы любви, но всему, что без этой любви умирает, осень, мой друг, это слезы любви, но всему, что без этой любви умирает, осень, мой друг. А вот стихотворение, оно у меня себе жило, само по себе жило. Я вообще раньше не очень была сентиментальная, не особо кому-то что-то посвящала, ну если только прям письмо написать. А потом я познакомилась в Германии с человеком, он жил когда-то в Воркуте, зовут его Виктор Гагин. Это уникальная личность совершенно. Когда он поет, он просто рассказывает какую-то удивительную историю. Причем не важно, что он поет, он может петь лагерные песни, он может петь маленького фонарщика, он может петь какую-нибудь дурку. Но у него каждая песня, это отдельное произведение искусства, это целый спектакль, который может длиться полторы минуты, может десять минут. Но те, кто хоть раз слышал и видел Гагина вживую, они его никогда не забудут просто. И вот это стихотворение было-было, потом я увидела Гагина и поняла, так это ж ему вообще про него. И оно стало посвящением Виктору Гагину. Но когда ты вернешься, лет через двести аж, распакуешь поклажу, возьмешься на воду дуть, Как и прежде будет взрываться патриотаж, прикрывая здешних монархий страшную суть. Самолетики, танчики, пестоли, милый двор, что до фрицев, они здесь повсюду, только ренейны. Ты вернешься в свой дом, как за локоть пойманный вор, и плотнее придвинет линию маннергейм. Ты вернешься, и не застанешь дома детей, расплескавшихся по миру, отрастивших бока. Но нагрянет тепло, знакомые, без затей, так в навоз наступают, отвлекшись на облака. Еще одно стихотворение. Ну, это такое письмо, да, было прекрасному человеку. В прошлом году очень-очень рано молодым он ушел, внезапно для нас. Вы его, может быть, видели по телевизору. Его зовут Миша Бас, он был в команде Блинова «Что, где, когда» в свое время. Вот, по-моему, он самый молодой был в этой команде, вместе с Друзьевым, с Ириной Гонделян. Вот, вот это прекрасная команда. Двинятин, Федор. Вот, ну, прежде всего он был совершенно прекрасный человек, отличный фотограф, он бывал у нас на слете костры. Вот, и каждый раз, когда я приезжала в Питер, в Москву, мы обязательно встречались с ним, и гуляли, и много разговаривали. Вот. Вот такое ему письмо. Засушенную бабочку письмо, в почтовый ящик брошу, убегая, вновь отрывная близится зима, и стает, пусть за ней придет другая, который час, который нынче век, жизнь проскрепела мимо, не задела. Стоишь, читаешь, бесконечный снег тебя скрывает, но не в этом дело. Замерли листья в ложах, как со стеклом гербарий, и никому не нужен летний инструментарий. Нет, не растопят солнце корочки ледяные. Заколочу огонь целью, и усну до весны, и я заколочу огонь целью. Что мне зимой приснился в голой холодной даче, А что смежев ресницы, ты горько-горько плачешь. Луковое ты горе, да чего же это? Просто уходит лето, знаешь. Уходит лето, просто уходит лето. Насколько я уже прокурила все, что могла, гитару, а играть я не умею, соответственно, нормально. Приходится мне гитару на тон ниже опускать. Ну, некоторые, к некоторым гитарам все равно, а некоторые спротивляются и ползут обратно вверх. Упорная гитара. Из Камчатской березы. Это из панка. Из панка? Сказали, из Камчатской березы. Нет, из панка. У меня год назад вышла книжка внезапная. Я сама не ожидала, как я ее так лихо. У Маруси она есть, а у меня нет, потому что я очень плохо сюда собиралась и забыла. Сейчас у Маруси ее тоже не будет. Я попросила у Маруси, вот, и если кому-то вдруг надо, мы возьмем листок, вы мне напишите какие-нибудь свои координаты, я просто сюда передам их с окази, и все, в нужном количестве. Дом-то у меня есть. Вот. Вот, вот у дома. Женя, вот у тебя, я не знаю, стихи только или песня там, какую-то строчку жизни поднимает, опухшие веки. Да, будет. Будет? Будет, да. Чуть позже будет, наверное, где-то там. Оно у меня точно есть. Будет. Будет эта строчка. Я без него пока что не обхожусь. Только не бейте пока. Вот. Ну, сейчас еще три стихотворения. Вам не тяжело столько стихов слушать? Нет? Нет. Я стараюсь картинку писать. Иногда не получается. Вот то, что Сережа попросил, это для меня длинное стихотворение считается. Первое посвящение Владимиру Набокову. Длинная тень асфальта, небрежно брошена между домов. Там, где ты жил когда-то, море почти не слышно. Вспомни весна, фиальта, прилежно тихая песни холмов. Звуков замысловатых не разберет Всевышний. Вспомни молитвы ради большое облако над тобой. Страшную ясность неба, странную твердость шага. И урони, не глядя, чужое слово, в чужой прибой. Там, где ты раньше не был. Тишь, пустота, бумага. Следующее стихотворение. Я его долго вообще не читала вслух, потому что мне показалось, что я кого-то очень сильно обижаю, но кого я точно не знаю. Никто не признался. Потом я решила опять его читать вслух. И не где-нибудь, а как раз на концерте, который в Штутгарте устраивал Виктор Гагин. А концерт он устроил в русском, в общем, русский православный такой культурный центр. Там комната, иконы висят. И я когда увидела, где я собираюсь его читать, я подумала, ой-ой, что делать, а зудит же, хочется же. Поэтому я честно предупредила, что если здесь есть какие-то верующие люди, у меня нет цели их обидеть. Ни в коем случае. Что это мои личные и персональные выяснения отношений с некоторыми инстанциями. Вот я сейчас увидела и опять думаю, ой-ой, ну, у меня нет цели никого обидеть. Вот. И написано оно с натуры, я вообще ничего не придумывала обычно. Это я тебе машу, видишь, пальцы мои, изъеденные авторучкой, глаза мои, изъеденные бессонницей, сердце мое, изгрызенное сомнениями. Это я тебе машу, видишь, синенький скромный платочек, спой мне, и волга, выйдь на волгу. Недавно моя подруга, садясь в машину, случайно отстегнула меня и сказала, ой, я отстегнула тебя, Господи, Господи, и остаюсь. Это все-таки есть. И еще одно посвящение Владимиру Бережкову. Владимир Бережков, кроме того, что он чудный автор и человек, он еще изумительно водит экскурсии по Москве. Причем это не воспринимается как экскурсия, а воспринимается просто как вот, ну, сели в кухню поговорить. И при этом в тебя вливается какая-то информация такая неочевидная, которую никто не расскажет и нигде не напишет. Март, середина марта, снег за окном, Москва-река сворачивается клубком, от холода сворачивается клубком, вновь покрывается льдом, не пробить каблуком. Все покрывается льдом, берегу тепло, уток жаль, им не очень-то повезло, только наладили клев и опять зима. Снова зима, дай Бог не сойти с ума, не перейти моста, за которым тишь. В какую дверь ни званой не постучишь, в какую дверь ни названой не войдешь, вот и идешь одна, тепло бережешь. По Озерковской, вдаль, в суету церквей, в глушь переименованных площадей, в сумерки, где лево и право не разберешь. Идешь и идешь одна, тепло бережешь. Песенка называется «Колубельная в шесть утра» с эпиграфом «Из Парижа с тревогой». Песенка называется «Колубельная в шесть утра» с эпиграфом «Из Парижа с тревогой». Поставь мне Ива Монтана, поставь мне Ива Монтана опавшие листья. Рано давно не ложимся спать. Поставь мне Ива Монтана, поставь мне Ива Монтана. Опавшие листья рану слегкой засыплют опять. Поставь мне Ива Монтана, поставь мне Ива Монтана. Опавшие листья, впрочем, такие же, как всегда. Слова у Жака Прим, дана музыка в ужасах. Дана губы у Ива Монтана, и только у Монтана. Поставь мне Ива Монтана. Жак Привер, конечно, удивительный поэт, и больше всего я в него люблю, если вот просто как стихи читать в переводе, ой, собру сейчас Светлова, Светлова, наверное, про двух улитров, знаете, которые отправились на похороны листовым. Не читали? Ой, найдите, это такое чудо, это просто прекраснейшее стихотворение, но я не буду его пересказывать, а наизусть не помню, поэтому найдите, прочитайте, это огромное удовольствие. Если от нас с юга ехать туда, в центр, в среднюю полосу, у нас есть такая же дорожная станция Россош, знаете, может кто-то на юг когда-то ездил. Вот, там большой такой узел, вот, там обычно меняют какие-нибудь дрововозы на электровозы там и так далее. Вот, ну, главное, что Россош, это такая, особенно летом, когда едут курортники туда-обратно, это такая маленькая карта Родины. Во-первых, там со всех регионов пассажиры, во-вторых, их внешний вид, и там их палатки. И это, конечно, пиво, это жареные пирожки, вот это все, это, ну, в советское время это были, конечно, треники, ремайки, там, вот эти, там, волосатые грудь, пузо, не знаю что, там, халаты, домашние тапочки, вот все это гуляло по перрону. А, курица жареная, да, это картошка с укропом, бабушек, пакетиков с малосольными огурцами, ну, так, в гастрономию можно дальше перечислять, раки, конечно. Вот, но главное это типажи, вот, и поскольку я на Кавказе выросла, для меня многие вещи были, там, не знаю, береза, например, у нас была, по-моему, одна береза на весь поселок, у кого-то в Палисаднике, или там Равнина, или вот, ну, те же тренинги, у нас как-то такой поселок был, ну, относительно культурный в этом смысле, то есть на улицу, по крайней мере, в таком виде никто не выходил, поэтому я, ну, для меня это было, о, люди так ходят, вот, такой носит, там, вот, все было в диковинку, и это Россош, просто я смотрела всегда на этих людей, мне было ужасно интересно, еще у всех говор разные, там, пермяки какие-нибудь, околи, или еще что-то такое, вот. И вот про Россош, ну, не совсем, может, про Родину, я время вспять не поверну, да ты об этом и не просишь, курю одну, еще одну, и пиво покупаю, Россош, за Россош, как ни крути, Такие же поля и села, и боль, зажатая в горсти, и детский плач, и смех веселый, и хочется сказать, прости, но ты об этом не попросишь, за Россошью, как ни крути, все та же Россош. Песня, тоже я ее на фестивале пела, еще одна песня о Елене Зеленцовой на стихе «Юна морец». Отечество снега, плывущего с неба, Исходит сияние, Великая свежесть, великая снежность, Исходит слияние, Исходит влияние на мысли, на чувства, На вечность творения, На неистребимые силы искусства, На буйство, сирене. Он это прозрачное, белое, Тонкое, хрупкое, Сфункое, над каждой птицей, Над каждой ресницей, И перепонкою, Над спешкою вечной, Над болью сердечной, Над вселенной, соропкою, Он это прозрачное, Белое, тонкое, Сфункое, хрупкое, Меж мной и тобою, Меж духом и телом, Единственное целое, Он это прозрачное, Тонкое, звонкое, хрупкое, Белое, над каждой негой, Печерой, онегой, Над всеми ребенками, Ох, это прозрачное, Белое, тонкое, Хрупкое, звонкое, Отечество, снега. Вообще, идея и песни Лены Зеленцовой, на самом деле, Это из разряда ездить на белое, Потому что Лена высококлассный музыкант, Который, что редкость среди высокообразованных музыкантов, Умеет свой талант, где надо использовать, А где не надо, нет. Вот, и чувство меры у нее великолепное, Но при этом, вот, все-таки, Ну, если она споет, возможно, Вы даже не узнаете эту песню, Что вот я вам ее тут напела немножко, Вот, но иногда бывает такое, Что охота пущения воли, И я думаю, а, все равно споет, Ну, очень хочет, не могу не петь. Ну, вот. Девочка моя будет. Ура! Мальчики стали выше. Ура! Ну, не все. Вот комната, стена напротив входа, Диплом за пение в конкурсе столичном, Я пела, словно радио, Свобода, свободно, но немного, Ограничена. С тех пор, как вы вернули мне покой, Я больше вашу душу не нагрой. Ну, вот тоже совсем старый стишок, Я уже успела проверить, Как там все на самом деле, Ну, прочитаю тоже. Я люблю бродить одна, Никого не замечая, Греть в руках бокал вина, Под печальный клёгот, чаек. Я люблю смотреть в окно, Думаю о чем-то сложном, Непонятно лишь одно, Замужем все это можно? Можно, можно. Да. СМЕХ СМЕХ Разобьется стакан, И притихно в кафе вернется, И поднимется в кровь, Разлетятся осколки, А что нам еще остается, От ушедшей любови? Полетят этажи непременно, Спросу без счета, Все прошло, ну и ладно, Отогреться жизнь до ближайшего, Бери учетом, Затемненной парадной. Эта жизнь, это жизнь у фонтана, У летней эстрады, На причале дощата. Забьем постам, И держись, моя жизнь, И не падай, Мукурузным початком. Бьется жилка, Коробинка трещинка Синего цвета, На запястье и выше. А за что нам бьется, И есть ли об этом примета? Кто там знает, Кто слышал? А у стенок кафе Отразилось Уставое солнце В бутных стеклах Оконных Засыпают усталые птицы Усталой столицы На решетках балконных В душном воздухе Я нарисую Аккордеониста На обширпанном стуле Пусть на выльную площадь Слетаются Желтые листья В середине Июля Пусть на выльную площадку У нас в 10-м году Были пожары Очень сильные Под Москвой Мы там Завешивали мокрыми Пастынями окна И увозили детей Там куда-то И так далее Вот И в общем Мы пошли Мы в это кафе Июль как октябрь Примерно Все в дыму Все листья Все жухло Вот Или значит Вдруг в этой кафешке Играет Аккордеонист Ну Играет Такой В принципе Стандартный набор Джазовый А я так люблю Эти опавшие листья Ой Они у меня везде Просто Во сне и наяву Ну я подошла Говорю Вы их играете Он говорит О нет Я ноты забыл Я думаю Чушь там По нотам-то играть Даже я могу Время ночи Сыграть чуть-чуть Вот Ну и как-то Ну не может И ладно И потом Вдруг Наверное Полчаса спустя Может собрались Уходить И он вдруг Берет И ее играет Ну прям Спасибо большое Так приятно было И вот Нашел ноты Пока дошла домой Ну может И вспомнил Не знаю Что это Просто Пока домой Дошла уже Вот И песенка Вот Потихоньку Мы первое отделение Заканчиваем Это был еще Не весь концерт И мне еще есть Что сказать Объявление Однажды ты Откроешь газету Желтый Разворошив листы Кофеек Попиваю при этом Обычно За кофе Читаешь ты И прочтешь Зевая от скуки Черные буквы На жухлом Папирусе Отдам свою жизнь В надежные руки Не от муки Не от разлуки А потому что Я из нее Выросла Выросла Еще одно Стихотворение Про город В котором Я никогда Не была В жизни Но Да и одно Слово Я сперла У Бродского Из простой Речения Стихотворения Вот Но Мой друг Он Возит Он прекрасный Фотограф Миша Геллер И он Венециувед Так сказать Он возит Своих учеников Фотографов Венецию На экскурсии И на Обучение Фотографии И когда Он ведет Это стихотворение Он мне Просто Подетально Рассказал Что я Угадала Абсолютно Все Что происходит В Венеции Периодически Где-то В течение Года Просто До таких Мелочей Которые Я не знала В принципе Вообще И я Их Не придумывала Как то Что там Происходит Они вообще У меня Про другое Но Оказывается Все Что тут Присутствует Оно Там Тоже Есть Как он Видит Махнят Крылом Голубка Птичка И превратится В оригами Венецианская Водичка Плеснен Спокойно Под ногами И расползутся По каналам К расходам Краски Акварельной Остывший Запах Карнавала До эха Музыки Сверельной И словно Стикс Переплывая Пустая Замаячит Лодка И чья-то Тень Полуживая Замкнет Искрящую Проводку И карнавал Сгорит Как спичка И лишь Останется Навечно Венеция Пометик Течим Как будто В платье Подвенечном Вот выяснилось Вплоть до того Что оказывается У жителей Венеции Есть традиция На карнавал Надевать Костюм Спички Кому бы могло Это прийти В голову Вообще Я вообще Об этом Не знала Ничего А их зажигают? Ну если Это кому-нибудь Они сами Зажигают Я сейчас попробую Я всегда говорю Что я попробую Про эту песню Потому что Поскольку В общем Поскольку играю Я очень Как вы видите Ограниченный Набор аккордов То у меня есть Песни Которые я написала А сыграть не могу Поэтому вариантов У меня два Я либо кого-то Ловлю Неосторожно Пробегающего Мимо Кто хорошо играет Чтобы он мне сыграл Как вот сейчас На бенефесте Было С одной песней Либо Как в случае С этой песней Ее в принципе Мне почти никто Никогда не играет Ну опять же Если просто Сейшн какой-то Не случается А я ее так пою Ну что делать Если очень хочется У меня под ребром Не бьется То, что ты Называешь Сердцем У меня Вместо сердца Птица С нетропическим Обереньем У меня Под ребром Кукушка Под другим Ребром Ее дети Я и нянька Я и подружка Им единственная На свете У меня Под ребром Не бьется То, что ты Называешь Сердцем У меня Вместо сердца Птица С нетропическим Обереньем У меня Под ребром Синица У которой Замерзли Крылья Что ей видится То и снится Ее угол Засыпан Пылью У меня Под ребром Не бьется Ничего Что тебе Знакомо У меня И ребра Нету Я его Забываю Дома Пам Пам Парам 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 Ничего Спасибо.